Депутат Одесского областного совета Алексей Гончаренко побывал в Донбасском регионе. Мы находимся возле здания Мариупольского городского совета. Здание занято. Вход здания заблокирован. Над ним флаг Донецкой народной республики. Мы хотим диалога, чтобы власть с нами вступила в диалог, а не пыталась нас, как говорится, насильственно заставить принять их условия. Наше основное требование жителей города Мариуполя, для того, чтобы нам позволили здесь провести референдум по поводу федерализации о создании Донецкой народной республики. Та власть, которая в Киеве просто нелегитимна. Наша городская власть, которая признает власть Киева, также автоматически является нелегитимной. Сейчас вся власть переходит народу. В эти минуты идет штурм Горловского отделения милиции. Идут камни, взрыв-пакеты, горючая смесь. Она говорит с народом, она не с народом, абсолютно не с народом, она против народа, эта милиция. Надо подниматься, выбирать их от него, действительно. Начальник горловской милиции лично сбросил парня с козырька. Сегодня? Сегодня, да. Вот это? Вот это же. Сибирь устанавливает. Алексей Гончаренко стал свидетелем, как милиционерам отдает приказ российский подполковник. Здравия желаем! Здравия желаем! Здравия желаем! Сотрудникам милиции, которые еще не перешли на сторону народа, прошу вас всех повязать георгийскую ленточку на правый погон. А ленты есть в ленточке? Господа, вопрос с лентами пока не решен. Одесский политик постоянно демонстрировал, что Украина едина, и Донецкая область не исключение. Горловка – это украинский город. Горловка – это Украина. Только что мы стали свидетелями штурма отделения милиции в Горловке, когда под крики «Россия!» был свергнут украинский флаг, водружен флаг России и Донецкой Народной Республики. Я понимаю, что вот этот символ Украины на въезде в город Горловку, может быть, это очень маленький знак, но для нас он очень важный, потому что он говорит о том, что Горловка – это Украина, так же, как и вся Донецкая область. За 24 часа политик объездил многие города Донбасса, где была напряженная обстановка. Элита Луганской области, как и жители многих других регионов, в растерянности. Становиться частью Российской Федерации не хотят, но и не хотят потерять российский рынок. Не уважают новую украинскую власть, но опасаются остаться с местной разгоряченной толпой один на один. Мы находимся у здания СБУ Луганской области, которое захвачено. Вы видите, вокруг него построены баррикады, много людей, напряженный обстановка. Политик в целости и сохранности вернулся домой. Целью моей поездки было увидеть все своими глазами, оценить ситуацию и выработать какие-то рекомендации по тому, как можно ситуацию исправить к лучшему. Ну и главная, конечно, цель – это понять, что надо сделать, чтобы не допустить подобное в Одессе.